Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Что через Него струйка благодати льётся. То есть, это первый показатель того, что говорит через Него Господь. И тогда уже не думая ни о чём, что сказать, мысли не приходят, как ответить, что сказать, что не сказать, понимаете. Просто говоришь, и льётся струйка, и сам Бог тебе подаёт и мысли, и, как отцы говорят, что первый проповедующий, он первый вкушает благодати Божией. То есть, да, и сердце веселится, и радуется, и это есть некая такая, знаете, прозорливость. То есть, когда человек какой-то приходит, я его никогда не видел. Или по телефону звонит. Я с ним начинаю говорить, а у меня вот эта струйка льётся. Я вижу, что Господь его любит, хотя я первый раз человека даже не вижу, а просто по телефону говорю. И я чувствую, как Господь его любит. И он вливает в него всю благодать, насколько возможно ему принять в этот момент. Есть другой человек, который звонит, и я чувствую, что Бог молчит. А мне ещё даже плохо становится. То есть, понимаете, вот такие три вещи. То есть, есть, когда Господь говорит, есть, когда молчит, а есть, когда плохо даже становится. То есть, да, вот именно вот. И вот эти вот вещи, они очень важные. То есть, Господь показывает священнику, который проповедует, как он относится к тому или иному человеку. То есть, да, вот именно. И это священник должен ощущать, когда он проповедует Слово Божие. Потому что, если он это будет не ощущать, или, допустим, знаете, как вот я говорю, особенно раньше у меня такое было, и сейчас часто бывает. Говорю, допустим, что-то о Господе, сердце у меня льётся настолько сильно, то есть, вот благодатью Божию. И я говорю человеку. А потом раз, Господь прекращает этот поток благодати. То есть, я его в сердце ощущаю, но он не изливается дальше уже. То есть, вот Господь говорит, всё, замолчи здесь, хватит. То есть, человек вместить больше не может. Или тебе больше много не надо говорить, потому что можешь повреждаться. То есть, много глаголов, и оно нехорошо. Вот. Если я в этот момент продолжаю дальше говорить, то начинаются душевные разговоры. А душевные разговоры всегда порождают страсти. То есть, понимаете, вот о чём говорят святые отцы, когда говорят, что душевный человек. Или там чувственность, когда они говорят. Они всегда вот это относят именно к душевному. Но, когда чувство касается духовности, то есть, это совсем другое. Это чистота сердца. То есть, это вот именно ощущение судов Божьих. Это сердцем видения, то есть, вот именно Господу. Господа ангелов Божьих, то есть, Матерь Божия и так далее. Эти вот бесов, тоже когда они приближаются. Для этого и нужно стоять нам на страже сердца. Чтобы вот эти вот именно, знаете, страсти не действовали. То есть, всегда стоять и смотреть, какое чувство к нам приближается. Или какой помысел к нам приближается. Чтобы хата наша не была открыта. Кто зашёл, кинул бутылку какую-нибудь с пивом. Кто там ещё, кто-то натоптал. И вот этот мусор постоянно в сердце у нас находится. Поэтому постоянно стараться на страже сердца стоять. И священник, когда, допустим, начинает так действовать и ощущает благодать, он чётко знает, что Бог говорит людям. Поэтому, говорит Господь, говори и не умолкай, покуда я с тобой. Поэтому вот это главные такие вот моменты, что должен знать священник. То есть, да, эти вещи важны. И не только священник, и любой христианин, который ощущает Божью благодать, он может говорить. И Господь научает, когда может говорить, а когда не может говорить. В этом вся сила, в этом слава Божия, в этом спасение людей. В этом всё то, что делали апостолы наши, братья и сестры. Спаси Господи всех. Благодарю.